Привет! Вот такой вот Александр собирали. Китайская рама. Наверняка многим интересно, что же это такое и можно ли там за условные 100 тысяч собрать крутой велосипед для кросс-кантри или может быть прогулок. Здесь владелец не сэкономил на тормозах с Рэмгайд, на вилке RockShox Seed. И Seed этот тоже с Алика куплен. Я его перебирал. Без видоса, правда, не одной стружки. То есть вилка действительно топ. Руль. Руль Тосик брендированный, но на самом деле он брендирован не только Тосик. Монокопия Синкроса Скоттовского. Такой монолит рулевынос. На вкус и цвет все фломастеры разные. Лично мне он показался неудобным, потому что кажется, что не хватает подъема наверх. Ну и сам руль, он изначально запланирован, что он будет опускать наши глипсы как можно ниже для того, чтобы на контрильном велосипеде было удобнее карабкаться в подъем. И дабы вы не хотели его перевернуть, снизу вот два винта таких некрасивых. Когда переворачиваешь, смотрится действительно убого. Да и собственно говоря, углы все не в ту сторону. Об свипа лично мне не хватило. То есть подъема вверх. Амортизатор. На этой штуке владелец конкретно сэкономил. Пришлось тут колхозить подключение монетки. Весьма, на мой вкус, не очень аккуратно, но по-другому здесь просто не получилось, ибо демпфер у этого амортизатора не обслуживаемый, а, скажем, переделывать его в обслуживаемый по цене дороже, чем стоит сам амортизатор, как бы, ну, немножечко, наверное, нерационально. Ну, поэтому перевернуть его пиптиком вот в эту сторону, чтобы он работал так, как было задумано с завода, я имею ввиду вот этот привод блокировки, не представлялось. Возможно, потому что банально пиптик этот упирался в раму. Ну, в общем, сделано как сделано, но, тем не менее, получилось реализовать это все на одну монетку вместе с вилкой. То есть блокировка всего, все его велосипеды реализованы. Ну, действительно, так как оно должно быть. Трансмиссия. SRAM GX с карбоновой лапкой. Переклюк жесткий, плотненький, никуда не болтается, не рюфтит. 12-скоростной SRAM, ну, видимо, пока новый. Возникают некоторые иногда нюансы сложности, когда у этого ролика он является неразборным, то есть это заклепка, и вот когда у него внутри попадает вода, и все это дело начинает немножечко стираться, его подклинивает, и трос уже не крутится на ролике, да, ролик не вращается, трос просто скользит по ролику, и тогда начинаются глюки и проблемы. Но покуда катаешься по сухому и чистому, переключатель будет великолепно точно переключаться, четко, резко, не так бесшумно, как Shimano, но прям вот замечательно. Даже с вот этой кассетой. Подобная кассета была у меня на обзоре, я показывал ее, что она весит, как она сделана. Здесь это под XD барабан, под SRAM-овский, и, соответственно, кассета идет 946. Легенькая кассета, с вот этой цепью, не знаю, оригинал это или не оригинал, но с ней работает просто сказочно. Прям идеальное переключение, четкое, легко настроилось, все классно. Шатуны. Шатуны. Большой рог. Ну, камень, в общем, да. Это значит то, о чем они мечтают, с чем они мечтают встретиться, как и любые другие карбоновые шатуны. Внешне сделаны хорошо, каковы они на практике, покажет только практика. Но, в принципе, сама пластмасска, да, композит этот карбон. Сделан красиво, аккуратно, без лишних заусенцев, и шатуны выглядят действительно интересно. Ну, звездочки Goldix с разным смещением продаются. Про них, наверное, добавить нечего. Обзоров на них тысячи написаны, потому что китайцы делают дешево, доступно. Если сравнивать с брендами, даже теми же российскими, да, которые сами производят, сами точат из V95, из жесткого алюминия звезды, то разница, цена, ресурс, конечно, будет в пользу китайцев. Но, если вот вам нужна дорогая, хорошая железка, я имею ввиду звезда или шатуны, которые будут прям жесткие, звонкие и с хорошим ресурсом, не будут подводить вас во время какого-то грязевого похода. Ну, допустим, если активно в грязь кататься на мягких звездах, с мягкого металла, ресурс прям, ну, такой себе. Их сожирает просто песком. Жесткие звезды ходят подольше. Поэтому, ну, тут каждый сам для себя решит. Резина. Я сейчас про все хорошее. Резина Vittoria. Приятно удивила качеством. Ровненькая. Спустя вот некоторое время ее не развезло. Ее не стало кособочить. Я переживал на этот счет. То есть, от герметика ей не поплохело. Да, колеса, естественно, собраны бескамерно. Втулочки здесь идут Elite Wheels. Так, давайте на первой, на передней, наверное, посмотрим. Логотип. Бренда-ориентированность, так скажем, на Россию. Буква Э. Кириллическая, скажем так, да? Элит Виллс. Ну, на втулочку Пресопливлен. Кто там группу смотрит, тут Пресопливлен сделал колпачки. Точнее, здесь не совсем колпачки. Здесь идет монолитная ось, которая опирается непосредственно на дропаут. Вот. И вот это все монолитная деталь. И колпачок только с этой стороны. То есть, торсионной жесткости этому седу добавлено прям как следует. Потому что, кто владеет контриной этой вилкой легкой, пробовали, наверное, при надавливании на один край руля. Бывает видно даже, что штаны немножко вот тоже дышат. При очень сильном ударе есть риск, что одна штанина, вот эта обычно, уйдет выше. И штаны перекосят. Гориллу перекосят таким образом, что это вот если прям что-то очень неаккуратное делаешь, большое давление накачиваешь, весишь много, начинаешь прыгать. И при сильном, очень сильном ударе у нас отбойничек находится только вот в этой штанине. Получается так, что сгибает гориллу, и вот эта штанина уходит выше. Ну, и вот тогда уже нужна оправка геометрии. Вот против такого события как раз и нужны вот эти все более жесткие решения с осями, колпачки большей площади, чтобы это все превратилось в параллелограмм... Точнее, не превратилось в будущем в параллелограмм, а также оставалось в той фигуре, в которой она является. Чтобы была жесткость по всем, скажем так, четырем точкам. Педали странно горчичного цвета, ну, крутятся плавно за счет того, что там очень много смазки. По ощущениям, это педали на двух подшипниках и на втулках скольжения. Возможно, они сделаны вообще на двух втулках скольжения, но что, педали и педали. Нейлоновыми педалями, где нейлон армирован каким-нибудь стекловолокном, уже нынче никого особо не удивишь. Хорошие педальки, простые, легкие, комфортные. Сидушка. Сидушка под разными брендами выпускается. Это, по-моему, КЦ Вела написано. Есть она под брендом ЕЦ-90. Похожую сидушку на стальных рамках я делал обзор на канал. Рассказывал о том, что лично мне она прям душноудобная. Это вот такая же сидушка, как была на обзоре, но на карбоновых рамках. Я на таких же сидушках катаюсь. Передняя покрышка тоже у нас. Витория. И крылышко штоковое. Рокшоксовское. Рулевая была одна в комплекте. Еще одну приобрел отдельно человек ЗТО. Вот крышечку ЗТО мы ему поставили. А подсидельничек. Экзоформат КС. Ну, обычный подсидел. Он будет работать. Монетка у него не самая убогая. Достаточно выглядит массивной, прочной. То есть все это дело вполне себе реагирует. И довольно быстро шевелится. Ну что ж, влажные фантазии любителей собрать велик с Алиэкспресса мы полоскали. Про бочку меда рассказали. По ценам и ссылкам, ребят, честно, без понятия. Заказывал не я. Заказывал человек. Он привез мне все это дело в коробках. И сказал, что не хватит. Добавишь и соберешь. Я так и поступил. Но по нюансам. И самый главный нюанс у этого велосипеда. Это рама. Сейчас намочим. Из-за пропанолом один участок рамы. Это наружу. Это косметика. Видите, какая яма. Хотя обычно китайцы косметику шпаклевкой закрывают. И перед покраской делают внешний вид рамы достойным. И вот такие, скажем так, раковины обнаружить можно только при сборке. Они чаще всего очень на глаз бросаются где-нибудь в верхних кромках посадочных под подшипники. Это действительно дефект. Который, скажем так, посоветует вам не использовать для активного спорта эти рамы. Ну или если использовать, то как-то с осторожностью. Периодически проверяем. Ну хотя, любую раму нужно использовать с осторожностью и периодически проверять. Из интересного. Вот эти два линка, они не шевелились. Почему так? Смысл в том, что собрано вот этот узел. Он и спроектирован-то не скажу, что прям здорово и долго будет служить. Учитывая то, как он спроектирован. Разбирать, показывать не буду. Скажу лишь то, что для того, чтобы заставить вот эти оба линка более-менее шевелиться. Так как это должно происходить на неплохих подшипниках. А здесь они закрытые. В отличие от велика моего ребенка. На рамы максимально дешевые. 24 колеса. Там были открытые подшипники. Здесь подшипники стоят. Вроде как неплохие. Закрытые. Добавили туда смазки. Чтобы ходило все это дело подольше. А вот с этим узлом пришлось действительно потанцевать. Поменяли местами детали. Добавили туда некоторое количество шайбочек. 0,01. Точнее 0,1 миллиметр толщиной. По парочке. И все это более-менее начало шевелиться. Хотя повторюсь, что базирование по конусу с этой стороны оно весьма условное. А, и еще пришлось немножко подрезать краску. Наплывы краски. Потому что вот этот линк упирался в нее. Линки между собой не имеют перемычки. Поэтому, когда взрослый дядька будет педалировать эту раму. Здесь тоже нет шарнира. То есть, все это за счет упругости верхнего пера работает. Когда вот педалирование будет идти. Это все дело будет пытаться гулять. И вот эта деталь не будет противостоять вот этому при педалировании разгуляйству. Соответственно, все это дело будет вот таким вот образом раскачивать вот эту ногу аморту. Аморт здесь закреплен более-менее жестко. И в итоге будет поджираться все кишки. Ну, на самом деле, у скот такая же самая проблема. У них не хватает торсенки. И нередко приходят подсожранные амортизаторы. Поэтому, ладно, это можно китайцам простить. А вот огромное количество раковин внутри рамы. Вот такого рода. Они здесь внутри по подсидельной трубе. В верхней трубе тоже были замечены. В нижнюю трубу я сильно не разглядывал. Потому что уже расстроился. И мне было неинтересно. Ну, в общем, качество исполнения по поводу раковин внутри оставляет желать лучшего. Сборка узлов. А, кстати, это сталь. Вот это сталь. Карбоновая рама. И в ней стоит стальная ось. Хотя алюминиевая вполне себе работа. Работает в более старых карбоновых рамах от брендов. Вот они решили поставить сюда сталь. Потому что она просто банально дешевле. То, что карбон все покупают ради низкого веса, никого не волнует. На тебе кусок гантели сюда. Ну, такая, в общем, конструкция получилась. Вполне себе подходящая для того, чтобы на ней просто кататься в удовольствие. Получать там приятные эмоции от приездов по каким-то неровностям, по тропинкам. Все-таки это подвес. Все-таки здесь худо-бедно. Ну, аморт, конечно, топорно работает. Но он работает. Он шевелится. И блокируется вместе с вилкой. То есть, где-то что-то закарабкаться на нем вполне можно на этом велосипеде будет. И съехать что-то там потихонечку, аккуратненько, тоже вполне себе. Ну, для того, чтобы был велосипед для души, скажем так. Чтобы изредка прокатиться, не особо нагружая его гонками. Да, любительские гонки вполне себе. То есть, оно все это будет переживать. Ну, а если вдруг что-то где-то, какой-то раковине захочется создать вокруг себя обширную трещину по карбону, то это в большинстве случаев тоже можно починить около на коленке. Вот такой, в общем-то, лексон. Простите, ссылок нет. Телега не моя. Пока.